Китай и Казахстан укрепляют взаимодействие в нефтегазовом секторе. В этой сфере страны тесно сотрудничают с 1997 года. Особого прогресса удалось достичь в один пояс, один путь. Казахстан – одна из богатейших стран мира по запасам нефти и газа. Но недостаточно развитые технологии и инфраструктура долгие годы заставляли республику быть в числе отстающих на мировом нефтяном рынке. В последнее время, благодаря сотрудничеству с Китаем в рамках инициативы «Один пояс, один путь» ситуация кардинально изменилась. Казахстанско-китайский трубопровод – совместное предприятие, созданное для проектирования, строительства и эксплуатации нефтепровода от Асуала-Шанько. Он предназначен для транспортировки нефти западно-казахстанских, актюбинских и кумкольских месторождений в Китай, а также транзита российской нефти. Нефтепровод от Асуала-Шанько стал первым на пространстве СНГ экспортным трубопроводом, обеспечивающим прямой доступ к перспективному рынку Китая. Развитие системы магистральных нефтепроводов «Казахстан-Китай» сегодня является ключевым фактором развития взаимовыгодных отношений между странами нефтегазовой сферы. Сегодня мы являемся свидетелями поистине исторического рубежа. По магистральному нефтепроводу от Асуала-Шанько будет прокачано 100 миллионов тонн на нефти. Сотрудничество двух стран в нефтегазовой отрасли позволяет обеспечивать энергетическую безопасность Китая, развивать инфраструктуру и создавать новые рабочие места в Казахстане. Мы будем придерживаться принципа достижения общего роста путем обсуждения и струнчества, а также мы обязуемся соблюдать местные загоны и правила. Многие китайские компании сейчас играют важную роль в экономическом развитии Казахстана. В общей источнике они предоставили местным жителям более 30 тысяч рабочих мест. Более 90% всех китайских инвестиций в Казахстан приходится на энергетический комплекс. Компании из КНР вкладывают средства и тесно сотрудничают с местными предприятиями на всех этапах, начиная от разработки и добычи углеводородов и заканчивая модернизацией нефтеперерабатывающих станций. Субтитры создавал DimaTorzok